На голову упадет, он просто отвалился, как тяжело им пробираться Прям по снегу идет, апокалипсис Алиса, стой! Блин! Первые обвалы уже произошли, и я уже слышала эти взрывы Напротив обрушилась лавина Привет, я Энни Мэджик И, как вы знаете, в 2019 году мы переехали в наш дом, который мы сами построили Мэджик Хаус, как я его называю И я планировала снять другое видео, но опять что-то пошло не по плану, да, Софиш? И поэтому сегодня, как я обещала рассказывать все, что происходит в нашей жизни Я вам покажу жесть, с которой мы столкнулись Это просто пипец, я не была, если честно, к этому готова Хотя, наверное, должна была В общем, кстати, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые новые ролики из нашей жизни Загородной, со всеми животными Сижу я вот здесь, монтирую ролики на все каналы Кстати, они сегодня выходят, ссылки в описании Новые видео везде И слышу какой-то жуткий, страшный реально звук Просто гром, грохот Вот реально, если бы вы были на моем месте в этот момент Вы бы тоже, как и я, подумали, что случился конец света или началась война Это было так страшно Юми, моя собака, здесь сейчас ее нет, но мы ее попозже увидим Она просто шарахнулась Она где-то здесь была, на лежаночке Шарахнулась от окна, потому что звук исходил оттуда Я такая, блин, капец, что происходит Короче, все животные перепугались Пришла я сюда в коридор, к двери, которая главный выход у нас Кстати, смотрите, здесь ваши посылочки приехали Если хотите, чтобы я сняла наконец-то, уже давно, по-моему, не было на канале распаковочку То ставьте лайк, голосуйте вопросики И пишите свои комментарии, потому что они вот здесь появляются Я на них сердечки ставлю, отвечаю Тут все завалено вот так вот снегом Весь снег упал с крыши вместе с вот такими вот гигантскими кусками льда Если вот такое на голову упадет кому-то, все Он просто отвалился от крыши Его просто оторвало вот этим вот тяжеленным снегом и льдом Это реально происшествие просто Я была в шоке У меня даже сейчас слов не находится, что происходит Но это еще не конец Вот я стою вот здесь на крыльце И вот тут вот просто гигантские сугробы, которых не было Из вот этих вот кусков замороженного снега Сейчас я выпустила собак через эту дверь гулять Вот они идут Посмотрите, как тяжело им пробираться по вот этому замороженному льду Не то чтобы больно, но явно не очень удобно Юми с Мишей еще гуляют Вчера было очень тепло, нереально тепло Какие февральские морозы, блин Если погода такая, что течет с крыш Кстати, я еще не сказала, что вот там сейчас еще одна гигантская глыба с сосульками И опасность в том, что она тоже скоро, когда если начнет что-то таять, может обвалиться Все вот это вот, что накопилось за всю зиму там Оно начало сюда обваливаться Кто не знает, здесь была нормальная человеческая дорожка Я посмотрела прогноз погоды Мы узнали, что завтра тоже тепло И планировали вызвать там, ну, ребят, работников, которые смогут помочь это все убирать Этот весь снег Но сегодня мороз И сегодня на следующий день все это замерзло Я водила собак и кошку Кошка уже привыкла ходить в туалет на улицу, а не в доме На улицу в специально отведенный туалет С той стороны мы еще туда пойдем Я покажу, что там И я вынуждена выпускать их сюда В итоге они сделали себе туалет просто тупо вот в гараже Она даже не проваливается в снег Раньше она ходила только по туннелям Теперь она может тупо идти по льду Единственная надежда, что сейчас все очень сильно замерзло Прям лед И ничего там не отвалится с крыши больше Она теперь может гулять только под присмотром Вот Алиса прям как бок Ходит Прям по снегу идет Просто не тонен, потому что он замерз Тяжело здесь по снегу передвигаться Юмичу, давай Апокалипсис Кис, пошли! Алиса изучает огромный кусок льда с крыши Алис, пойдем домой, а хватит мучиться Даже калитка не открывается Даже на улицу выйти нельзя Потому что за калиткой тоже огромные куски льда С этой стороны дома все еще хуже Потому что снег еще не упал То есть он подтаял Он навис вот этими вот огромными глыбами на крыше И в любой момент может сюда упасть И это очень страшно Я снимала в инстаграм сторисы И обвалилась так, что здесь вот в дверь капли полетели Такая там жесть Это капец Теперь просто нельзя выходить Страшно, что из эту дверь выходили собаки Вот тут тоже брызги И кис, Алиса, гулять И здесь теперь вот что Да Алис Извини Вот тут вот сверху еще нависает гигантская глыба В видео это выглядит не так жутко Но реально там пипец просто Эта глыба замерзла просто Алиса, стой! Алиса, нет! Это капец! Это капец! Стой! Так, какой? Зайди домой На инстаграм и подписывайтесь Потому что там я вот именно публикую прямо онлайн И представьте, что вот эти вот гигантские куски С грохотом просто падают оттуда И я понимаю в эту секунду, что выпускать животных вообще нельзя Потому что с ними может произойти что-нибудь ужасное Из дверей выходить опасно Потому что вот что происходит над дверьми И там нависают просто страшные сосульки Блин! Черт! Я упала! Вот такие вот куски могут просто упасть И это будет страшно для всех Вы можете представить мой страх и испуг, что происходит? И ни в одну дверь выйти нельзя Везде вот эта фигня Мы реально находимся просто в ледяном царстве В снежном плену Когда я выхожу вот здесь из двери Нависает вот эта вот огромная глыба надо мной Давайте в дом зайдем Потому что здесь страшно находиться сейчас И вот когда эти первые обвалы уже произошли И я уже слышала эти взрывы Пошла я в туалет вот сюда Напротив обрушилась лавина Просто вот в этом вот окне, которое здесь То есть представьте вот это чувство Ты сидишь такой на унитазе И перед твоими глазами вот этот вот грохот, лавина Это так вообще напрягает Это очень неприятно Многие спрашивали, где же муравьи Вы, видимо, не смотрели хаус-тур по темной части дома Потому что я показывала, что они находятся именно здесь Куда нельзя кошки И только под моим присмотром животные могут сюда попадать И они умудряются каким-то образом даже из этой фермы Вытаскивать через мелкие щели песок почему-то И если честно, я прям совсем не могу сказать Что у меня есть какие-то суперидеи по видео Вот сейчас появилась недавно мысль, что снять какой-нибудь эксперимент Типа, например, дать муравьям картошку И можно, и они это любят очень Как они будут ее есть, снять под микроскопом В общем, если у вас есть какие-то предложения, идеи, пишите, голосуйте Больше всего мне страшно за кису Алису именно Потому что если, когда я собак выпускаю Я могу как-то контролировать процесс И звать их обратно И как бы все более-менее То кошка, она все равно Она хочет гулять, она хочет бегать И она уже привыкла к туалету на улице Она ни в какую не хочет ходить теперь дома Я не знаю, у ваших кошек так же Когда нервничает, она сразу начинает Ей нужно, чтобы была еда И она что-то погрызла Короче, заедает свои проблемы У нас в последнее время Все время что-то идет не так в доме В том смысле, что Вот, пожалуйста, я сняла сейчас кадр на кухне Рассказывала, показывала, как она в раковине пьет Хотя у нее везде есть вода И в миске, и в собачьей миске она пьет Но она почему-то решила попить из раковины И вот в этот момент у нас опять не было звука Все, что я говорила после, не записалось Еще многие спрашивали про улиточек Что, как они там, как они переехали Как себя чувствуют, все нормально Контейнеры с ними сейчас находятся тоже здесь Постирочной И я сейчас расскажу вам шутку смешную В общем, в комментариях, когда я делала хаус-туры Показывала, я назвала эту комнату постирочной Потому что здесь стиральная машинка Здесь стирка происходит, все сушится белье Здесь есть раковина такая, хозяйственная Где я мыла собак, если вы видели в видео То есть, ну, постирочная Вот так уж пошло, что эту комнату решили назвать так И в комментариях, когда я так сказала Тот написал Не подмывочная, а прачечная И с такой агрессией И с какими-то смайликами Такими негативами Я такая, что? Это не подмывочная Это постирочная Ну, как-то так сложилось, что не прачечная Но этот комментарий меня прям очень рассмешил в тот момент В общем, с улитками все нормально Живут они тут хорошо Навели беспорядки Растащили весь мох в этом контейнере Просто по всему Ну, улитки есть улитки Короче, не знаю, как у вас Может быть, у вас тоже есть такой у кошек Она безумно нервничает Она ходит реально, злится Суетится Суетится Мяукает Вот даже сейчас она опять пришла к двери Опять мяукает Кричит тут И просится на улицу Я надеюсь, что нас просто за эту зиму не завалит Так, что снег будет уже лежать вот здесь Как в каких-нибудь роликах Когда чувак там открывает окно И снег просто сыпется внутрь дома Ну, никто же не виноват Никто не виноват, что мы в снежном плену И тебе нельзя гулять Психует кошар Кстати, в прошлом видео опрос проводила И все говорили уже Да, Ань, ты же уже давно обещала сделать полный обзор кухни, холодильника, техники, которую вы купили Потому что мы прям вообще к этому вопросу подошли очень тщательно Может мне, кстати, кулинарный канал какой-нибудь завести Да, я знаю, ребят, просто здесь кое-какие моменты не доделаны И хочется доделать все Так что вот я сейчас поеду в Москву Там кое-что куплю, кое-что сделаю И потом вернусь Мы все доделаем И я уже сниму обзор Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах Ссылочки будут в описании Ставьте лайк, пишите комментарии свои Рассказывайте свои истории из жизни Я вот с вами делюсь тем, что происходит И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые видео